Девушки отдыхают Девушки отдыхают Погоди, Василий Иванович, я что-то спросить хотел Чего спросить-то? Или забыл уже? А рыбка в твоём ручейке водится? А чё б ей не водится, водится Водичка-то чистая Чистая? Ты ж её всю бельём своим замутила Да и это не беда Дед, я постираю Моненьку и уйду Водичка-то и уляжется Что же тебе, бабуля, не помогает никто? Дети-то у тебя есть? Сынок есть Ванечка Ванюша Только он у царя-батюшки службу служит А давеча они в пуху тушили На Казань Может, сыхали? А может, тебе помочь, бабусь? Петька, а ну, помоги бабушке Василий Иванович! Да не надо, милук Я сама Я уже привыкший Не надо Ну, не надо так не надо А то я б помог Ох, Петька-петька Да ничего, бабушка, ничего А, ну, и ладно Ничё так ничего Ты за что же это птичку-то так? За крылышки Ей же больно Так ведь молчит, зараза Ага С кляпом-то в клюве Пойди поори Ты эту ворону Лучше нам отдай У нас ей лучше будет Ишь, разбежался У меня ей тоже неплохо Угу Она аж светится от счастья А может, поменяемся? Чего ты, девочка, за ворону свою хочешь? Щипчики Какие ещё щипчики? А как у папеньки? Слушай мою команду, боец Надо щипчики добыть И напернатые сменять А то я на это смотреть не могу Сердце разрывается Отдай! Кому сказал? Папенька! Ша, не лезь, Пятька А то сейчас таких огребём Никакой Гринпис не поможет Пошли отсюда, Василий Иваныч А то у меня что-то Ноги начинают подкашиваться Что тут у нас на грядке? Ты куда лучок мой сорвал? Случайно вышел Я-то совсем легонько потянул А он чик и выскочил Слаборазвитая корневая система Вот в моё время, как сейчас помню Лук был такой, что всемиром не вытащить Да ты, Василий Иваныч, гонишь А может, это репа была Большая-пребольшая А может, даже и Ганджубас Сейчас не вспомню Вы мне тут зубы не заговаривайте Из чего выдумали Лук рвать? Я вот мужу-то всё расскажу Спокойно, гражданка Ошибочка вышла Петька больше не будет Не будешь, Петька? Так точно, товарищ командир Никак нет, не буду Луковица Я её у бабки на грядке нашёл А что я нашёл, то моё Правильно? Глянь, Петька, женщина Где? Скучает Сейчас подкачусь Учись, салага Скучаем, мамзель Какая ты, мамзель? А кто ж ты? Кузьминичная Ну, здорово, Кузьминичная Здоровее видали? Это вряд ли Здоровее товарища Чапаева Только Ленин Ну и Феликс Эдмундович, конечно А кто ещё-то? А хотя бы муж мой Всяко здоровее будет Василий Иванович Пойдём отсюда А то сейчас Муж выйдет С ухватом Прорвёмся, Петька Нас по-любому больше А где ж Твой муж, селянка? Очень на На героя Глянуть охота Нормальные-то мужики На службе государевой А по чужим бабам Только лихие люди шастают Шли бы вы отсюда По добру, по здорову? Пошли, Василий Иванович Пикап твой не удался Бог в помощь, батюшка Благодарствуй, люди добрые И вам типа того же А нам-то зачем? Так ведь помощь от Боженьки Никому ещё не помешала Путнику дорогу укажет Грешнику покаяться поможет Вы путники или грешники? Путники, путники Ходим тут, путаемся А ты, значит, гоп что ли? Монах я При церкви тут служу А ныне церковь наша На реставрации Ремонтируем святыню нашу Понятно А ты, значит, купол красишь А я курку украшу. Ну, украсть, украсть. Не будем тебя отвлекать. Дай ручку, погадаю, всю правду скажу. Вот уже сейчас по глазам вижу, что богатым будешь. Детишек много у тебя будет. Василий Иванович, это она мне или тебе? Да какая разница, Петька? Все равно брешет. Ну, какие у нас с тобой детишки? Да, Василий Иванович, у нас с тобой детишек быть в принципе не может. Почему? Ну, как почему? Мы же с тобой одного пола. Ух ты! Стоим, охраняем. А что тут охранять? Сарай какой-то стоит. Погодь, Петька, не спеши. Раз охраняют, значит, что-то ценное там есть. Чего охраняем? Хво? Попыточный у нас там острок, то. Ясно? Это где ногти рвут, да? Где зубы без наркоза сверлят, да? Ну, и это бывает, конечно, еще кнутом. Ну, и на дыбу, конечно. Перевоспитываем одним словом. Вот это я, Петька, понимаю, политинформация. Понятно. А охранять-то нафига? Что? Сбежать могут? Ха! Эээ, как же ты с дыбы-то убежишь. С дыбы не убежишь. А зачем тогда охрана? А так, для порядку. Это царские хоромы, Петя. Да, нехило устроился наш царь, батюшка. Да какой он нам, батюшка, землю продал, все продал. Сотрат одним словом. Лошадка, голодная. Ни черта тебя тут не кормят. Ой, Петька, сейчас заплачу. Эх, Василий Иваныч, я, можно сказать, от чистой души, а ты... Милок, купи платок, невесте в подарок, а мне в кошелек. Петанки, что ли? Да, она и без платка. А, нету невесты, купи просто так. Тебя не угудит, а мне хоть петанк. Да и денег у меня нет. А че тогда на базар придешься без денег-то? Ходят тут глазами шарят, бурюги. Сама ты бабка-думра. Пошли отсюда, Петр. Идите, идите, расхотелись. Платки, платки, кому платки? Покупаем платки. Платки. Эй, мужик, че стоим? Платки, платки, кому платки? Покупаем платки. Ты че орешь? Я не глухой. Калачи-бараночки, кренделечки, бублички. Подходи, не ленись. Покупай, не скупись. Калачи-бараночки, кренделечки, бублички. Эй, че это он так разорался, Василий Иванович? Это базар, Петька. Тут водкой не корми, дай поорать. А-а-а. Ой, шампанское. Дядь, а дядь, дай глотнуть. Глухой, что ли? Это я. Вот, Петька, полюбуйся. Ой, ёп. Не укусит? Здравствуйте, меня зовут Василий. Извините, что обращаюсь к вам с такой просьбой. Сами мы не местные, отстали от театра кукол. Ксиву, как водится, украли. Вот и остались с этим медвежонком побираться. Подайте, люди добрые, кто сколько сможет. Петька, я брежу. Я, наверное, тоже, Василий Иванович. В натуре, медведь. Мне бы только до Твери добраться. Оттуда-то Магадана рукой подать. Пешком дойдём. Извини, Глюк. Пфу ты. Извини, мужик. Мы сами не местные. Ага. Прямо со льдины. На машине времени. Так. Я всё понял. Конкуренты, значит. А ну, валите отсюда. Это моё место. Нет. Да мы правда. Сейчас Мишу натравлю. Назад, Петька. Зря ты так, Василий. Между прочим, я ведь твой тёзка. Ладно, замяли. Но только это моё место по-любому. Базара нет. Кукуй, Петька. Сейчас. Разбежался. Да я не про это. На указателе говорю, Кукуй написано. О, а я думал, ты это мне. Слышь, начальник. Вим можно говорить. Открывай ворота. Пройти нам надо. Без пачпорта не пускать. С пачпортом пускать. Ну что сразу пачпорт, а? Мы тебе его завтра принесём. Нет пачпорт, нет пахоход. Вот гад. Пивком балуешься в утентах, Петки. У нас есть обед. А по пет мы пить пиво. Я тоже так пообедать не отказался, Василий Иванович. Молчи, Петька, не трави душу. Плесни к нам пивка чуток, а то пить что-то хочется. Нет, Фестейн. Я не понимаю, что вы говорите. Ага. Как про пиво заговорили, так он сразу не понимать. Пиво давай наливай. Не понимаю, не понимаю. Да ладно, Петька, отстань от него. Пусть подавит своим пивом. Что же тут у тебя, коллега, солдатки без дела? Не хорошо? Не понимает. Я спрашиваю, построение у вас кода? После стас построения. Ну, птенцов своих кода муштровать начнешь. А, муштровать. Я, я обутал. Когда колоколь звонит, так-то я муштровать. А при чем тут колокол, Василий Иванович? Обед, наверное, у них закончится, когда колокол прозвонит. А, ничего нам не угодно. Сиди себя на здоровье. Василий Иванович! Что, Петька? Не нравится мне этот крендель, Василий Иванович. Пеликает и пеликает. И что ты, Петька, предлагаешь? Выключи. Это же не приемник играет. Не нравится, не слушай. Равняйсь с мирой. Я пи вас попасить. Это мои солдаты. А шо же они тогда дурью маются? Мои б щас давно уж траншей копали. Для тренировки. Сейчас траншей нехт. Траншей после. Сейчас все оттенкает. А, тихий час. Понятно. Хе! Налево пойдешь, ку-куй упадешь. Направо пойдешь. Направо, Петька, нас никто не пустит. Так что не надо. Ты шо это, Петро, плачешь, что ли? Не знаю. Василий Иванович от лука, наверное. А зачем ты его достал-то вообще? Не знаю. Мальчик, ты чего плакать? Не надо плакать. Дяденька, пустите через заставу. Нам очень надо. Ну, что ты плакать? Не плачь, мальчик. На, вот, возьми монетка. Ай-ай-ай, какой жалость. Укатилась монетка. Плачь, мальчик, громче. Теперь уже совсем пора. Ну, что ты, Петька, в самом деле, кончай рыдать. Глушаюсь, товарищ Камбиш. Ну, вот, другое дело. А то разность тут, понимаешь, тебе бы только в театре выступать. Василий Иванович, а ты видел? Мне даже монетку бросили. Это тебе, Петька, деньги бросили за то, чтобы ты заткнулся и сопли здесь не распускал. Какая разница? Зато у нас теперь монетка есть. Ага, если мы ее вот только найдем. А это, Василий Иванович, доисторический кабак. Почему доисторический-то? Да я так, для красного словца. Ох, тебе бы только ляпнуть чего-нибудь. О, фигня какая-то валяется. Это, Петька, не фигня. Это сито. Ах, сито. Ну, сито. Тоже хорошо. Возьмем? А если увидит кто? А ну и хрен с ним. Бери. А что мы с этим ситом делать будем, Василий Иванович? Придумаем. Послушайте, товарищ, вот вы тут пьете, а планета, между прочим, в опасности. Вот-вот. Вставай, страна огромная. Не реагирует, Василий Иванович. Это из-за политической неграмотности, Петька? Нет, голуби. Что? Нет. Какие мы тебе голуби. Русского мужика так не расшевелишь. Особливо, ежели пьяного. Тут такие слова надыть, чтоб за душу брали. Какие еще слова? Особые. Этот талант не каждому даден с людьми разговаривать. Вот Ванька сразгуляет, вот да. Мог каждому ключик подобрать. Что за Ванька? Почему не знаю? Дык, потому что он во строге сейчас. На дыбе висит. А все за красноречие свое. За душевность. Хм. Болтал, что ли, много? Не то, чтобы много. Душевно очень говорил. Любая пьянь подзаборная его с полуслова понимала. Понятно. Надо бы петь к нам такого оратора в помощь, чтобы ключик подобрать к сердцу народному. Ой, что это упало тут, а? Это вы что-нибудь бросаетесь? Так стись, бабка, кто на тебя бросается? И правда. Кому ты нужна, старая? Да не на меня. У песок что-то упало. Я подумала, вы бросили. Василий Иванович, так это, наверное, монетка сюда укатилась. Монетка? Какая такая монетка? Ты, бабка, стирай, не отвлекайся. Нету тут никакой монетки. Ты еще погромче пари, бухгалтер, чтоб сюда вся Москва сбежалась. Ну, чего смотришь? Стирай, говорю, тряпки свои, а то высохнуть не успеют. Да я стираю. Василий Иванович, а как же мы ее теперь найдем, монетку нашу? А хрень его знает. Думай, Петька, думай. Василий Иванович, а что если мы песок через сито просеем? Может, тогда деньга наша и всплывет? Отлично, боец, хорошие мысли, а? Давай, пробуй. Вот она, моя золотая. Василий Иванович, я ее нашел. Вижу, Петька, вижу. Только ты больно не радуйся. Как нашел, так ведь и потерять можешь. Не, я теперь мою монетку ни за что не потеряю. Хозяин! Чего? Чего-чего? Водки давай! А не фальшивая? Да ты че? А кто вас знает? Чего? Всего один пузырь? А вы сколько хотели? За такие деньги и ентова много. Фигово. Скажи спасибо, Петь, что вообще налили. Спасибо. На здоровье. Василий Иванович, а это еще кто такой? Не знаю, Петька. Давай спросим. А чего спрашивать? Я и сам скажу. Печатник я, Федоров Иван. Печатник? Василий Иванович, а тогда разве печатники были? Когда тогда, Петька? Ну, тогда, то есть сейчас. Первый я печатник. Первопечатник, то бишь. Вот, печатный станок изобрел. Изобретатель, что ли? Изобретатель, да. И печатник. И вообще, человек хороший. Ага. И скромный еще, к тому же. Да ладно тебе, Петька. А чего печатаешь-то, Первопечатник? А все печатаю. Книжки, вот, например, печатаю. Ну, и тому подобное. При царе служишь или как? А как же? При царе, конечно. Без царя разве можно что-нибудь сделать? Без царя ничего нельзя сделать. На то он и царь, чтобы за всеми следить и всеми руководить. Да, все с тобой понятно. Слушай, а на что тебе скипитар? Отдай его нам. Не, отдать не отдам. Если только поменяю на что-нибудь. А у нас нет ничего не нужного. Ну, тогда и скипитар не получите. Ну, и не нужен нам твой скипитар. Зря ты, Петька, скипитар-то нам может и нужен. Только на что его поменять не знаю. Василий Иванович, ты чего? Ноутбук, что ли? Наш отдать собрался. Молчи, Петька. Я сейчас сделку проворачивать буду. Какую сделку, Василий Иванович? А вот сейчас и увидишь. Слушай, Фёдор, не Фёдор, а Иван, Иван Фёдоров. Иван, Фёдор, какая разница? У нас тут такая штука прикольная есть. Какая штука? Ноутбук называется. Последняя модель. Ну и что у меня ваш ноутбук? Как это? Печатать на нём будешь? Это как это? А очень просто. Нажимаешь на кнопочки, на экране появляются буковки, потом нажимаешь на печать, и он тебе эти буковки печатает. Сам, без всяких чернил и валиков. Да ну! Ну-ка, дай-ка гляну. И что вы за это чудо-машину хотите? Ну, с этой машиной тебе ни валик, ни чернила не нужные будут. Их и хотим. Ишь ты, валик мой захотели. Хм, дай подумать. А, да ладно, забирайте. Если эта машина за меня печатать будет? Будет, будет. Ну, тогда по рукам. По рукам. Видал, Петька? Видал. А ты говоришь, какую сделку? Вот так вот, Петька, сделки-то делаются. Такое лукошко хорошее. Не отдам никому. Молодец, Петр. Хозяйственный ты у нас боец. Чем могу служить? Чё это ты там в кулаке прячешь? А то. Ха-ха. А вы угадайте. Делать нам больше нечего угадывать. А тогда давайте меняться. я вам то, что у меня в кулаке, а вы мне то, что у вас в рюкзаке. Только вы не глядя, а я глядя. В смысле? Ну, я буду видеть то, что вы мне предлагаете, а вы не будете. А больше ты ничего не хочешь? Петька, не груби. Давай попробуем. Может, у него там чего ценного есть? Ну что, будете меняться или нет? Будем, будем. Чего уж там? Ну, тогда давайте, доставайте. Чего там у вас есть? А ничего у нас нет. Не ври, Петька, есть. Лукошко у нас есть. Василий Иванович, ну зачем лукошко-то? Лукошко? Лукошко это хорошо. Давайте сюда свое лукошко. Хорошая лукошко. И не жалко прямо вам муху за него отдать. Какую муху? Какую муху? Обыкновенную живую муху. Держите. Ядрить колотить. Еще же ты распечатник такой делаешь. А я тебе говорил, Василий Иванович. Ну, давай лукошко взад и забирай свою удохлую муху. И совсем она не дохлая. А лукошко я не отдам, потому что вы сами согласились меняться. Ну, ладно, Иван Федор, наколол ты нас, ну и хрен с тобой. Муха тоже хорошая штука. Правда, Петро? Да уж, лучше некуда. Да не горюй ты, Петр, и муха где-нибудь сгодится. Василий Иванович, давай, пока никто не видит веревку того. Ну, того, то давай. А тут, между прочим, ничего и не лежало. Ох, Петька, Петька. Петька.